Не случилось это в третьем классе. Проснулась я, когда мамы уже дома не было. Обычно она меня отвозила в школу, но на этот раз пришлось папе ее подменить. Мама оставила ему список того, что нужно сделать, какую пасту мне дать зубы чистить, чем накормить ребенка, во что одеть, что взять в школу и так далее. Папа был взволнован, чем я, собственно, решила воспользоваться. Говорю, пап, сегодня в школу нужно в пижаме прийти. Что ты выдумываешь такое? Отвечает он мне. Нет, правда, у нас постановка сегодня. И в подтверждении своих слов показываю ему в дневнике запись соответствующую. Это сработало безотказно. Папа даже выдохнул немного. На один пункт меньше списки дел стало. Есть повод радоваться. Радоваться, правда, недолго. Выражение его лица, когда он привез меня в школу в пижаме и увидел, что все нормально одеты, нужно было видеть. Пришлось меня домой везти, устроить незапланированный выходной. Вечером от мамы досталось и мне, и папе. История от моей подписчицы с ником Диана. Эта история немного глупая и очень смешная. Мне до сих пор стыдно. Это было даже не помню сколько лет назад. Мне сейчас 13 лет, а тогда мне было вроде 5-7 лет. Мы с мамой пошли в магазин. Она там что-то покупала, а я стояла рядом с ней. И тут я засмотрелась на какую-то вещь и не заметила, как мама отошла, и рядом со мной встала другая женщина. И тут я дергаю эту женщину за руку, думая, что это моя мама, говоря, типа, я хочу ту игрушку. Потом я смотрю на ту женщину и начинаю краснеть. Эта женщина и моя мама начали смеяться. А мне было так стыдно. Я хотела просто исчезнуть со стыда. Вот такая история. Мораль. Будьте всегда внимательными, если не хотите попасть в такую же ситуацию. История от моей подписчицы с ником Настя. Это было в пятом классе. Есть у нас одна одноклассница. Ее зовут Полина. У нее есть лучшая подруга Маша. С Полиной мы дружим, а с Машей 50 на 50. Как-то раз мы с Полиной остались после всех уроков в классе. Мы частенько с ней оставались. Мы включили музыку, танцевали, смеялись. У нас в классе есть огромный шкаф, а за ним стоит стол и лишний стул. Я снимала на камеру, как мы танцуем и так далее. Так вот, я стою и танцую перед камерой, а Полина решила залезть на шкаф. На него все залазят. Она поставила этот стол и на него стул. Залезла на стул и потом решила дотянуться до лампы на потолке. И вот она тянется до этой лампы. И тут резко зазвенел звонок. Она испугалась и упала. Мы с этого просто посмеялись. Посидели, потанцевали и пошли домой. Сейчас мы в шестом и когда вспоминаем все это, начинаем смеяться. История от моей подписчицы с ником Данакора. Так вот, как-то раз мы с классом поехали в театр. И вот кондуктор в автобусе загадывала загадки про басни, сказки, рассказы. А мы должны были отгадать и назвать автора. До этого мне не хватило места. Я даже подходила к пацанам. Там их было пять, а мест шесть. И они сказали, чтобы я уходила оттуда. И в итоге меня посадили к учительнице. И она мне говорила провальные ответы. Потому что она знала, что у меня немного плоховатая память. Так вот, эта кондукторша заметила, что все гуглили вопросы. И она сказала, типа, вот, отвечаете не вы, а ваш интернет. Мы с учительницей рассмеялись. Потому что, напоминаю, она мне говорила ответы. А я их выкрикивала. И до сих пор смеюсь над этим. История от моей подписчицы с ником Навежда Зубка. Мы ходили во вторую смену. Ко мне пришла подруга. Ее зовут Ева. Она пришла ко мне в гости. Мы пошли играть на второй этаж. Она оставила свой телефон в рюкзаке. А рюкзак на первом этаже. Мы поиграли и нас наша мама позвала есть. Мы идем и слышим, что из рюкзака издается звон. Подруга подходит и видит, что мама позвонила ей целых 473 раза. Это были пропущенные вызовы. Она плачет. Я ржу. Перезванивает она маме. Ее мама говорит. Доченька, все нормально? Подруга говорит. Да, все хорошо. Мамочка, прости. История от моей подписчицы с ником любителей ФНАФ. Привет, я Вероника. У нас в классе недавно произошла смешная история. На русском языке надо было выписывать словосочетания. И к доске позвали нашего двоечника Артема. Ему надо было написать дупло Белки. Сначала он написал дупло, а потом, наконец-то, он правильно написал. После него вызвали к доске меня. Я начинаю писать, как вдруг кто-то из одноклассников заржал и поднял руку. И сказал, а почему Артем написал дупло Белка? Просто весь класс заржал. И в том числе и я. Артем подошел и исправил. А я у доски стояла и ржала всем классом.